Это шаман! Но всего пару дней назад мощное выступление Ярослава Дронова с гимном нашей страны было опубликовано в местной китайской социальной сети Weibo. И уже к вечеру эта запись собрала практически 7 лямов просмотров, побив абсолютный рекорд. Простые китайцы были восхищены ярким вокалом Ярослава и удивлены тем, что только сейчас его популярность добралась и до Китая. Шаман мгновенно покорил своим неистовым исполнением пользователей социальной сети Weibo и в комментариях разразилась настоящая эйфория. Люди, узнав, что он родом из России, выразили неподдельную поддержку и восхищение его талантом. Многие из них сразу же принялись искать альбомы певца, чтобы ознакомиться со всеми его композициями. Китайские пользователи сети выражают свое разочарование в том, что они узнали о Шамане только сейчас. Срочно собираемся и чартерами вылетаем в Россию. Мы хотим видеть его выступление вживую. Также они призывают кому-либо организовать его турне по Китаю. Пораженные его феноменальной трудоспособностью, они уверены, что за месяц Шаман может посетить все китайские города-миллионники. На которых, они уверены, самые огромные залы будут набиты битком, выразив свою жажду побывать на его выступлении. Кстати, это уже не первый случай, когда Шаман завоевывает азиатскую публику. Несколько месяцев назад корейская исполнительница неожиданно спела его хит «Встанем», который мгновенно стал популярным на YouTube, набрав миллионы просмотров. Этот год можно назвать интернациональным для Шамана. Он уже известен и на Востоке, и американской публике, а теперь его популярность распространилась и на Солнечную Азию. А это повод для гордости нашим музыкальным героям. Ни один российский артист ранее не вызывал таких бурных обсуждений за пределами своей родины. Тем не менее, успехи Шамана не ограничиваются только зарубежными достижениями. В этом году он занял первое место в рейтинге артистов, обойдя таких мастеров, как лирический тенор Николай Басков и незыблемый Олег Газманов, тем самым разбив в пух и прах тех, кто предрекал скорый упадок карьеры Шамана. Ошиблись! Прошлый год стал лишь отправной точкой для его мегапопулярности, а в этом году его карьера по-настоящему взлетела на новую высоту. А что думают наиболее подготовленные поклонники и фанаты? Покорит Шаман Азию или все-таки нет? Свое мнение пишем в комментариях, не забыв подписаться на самый честный и правдивый канал «Сплетни и слухи». Субтитры создавал DimaTorzok